добрый день сегодня мы с вами научимся выполнять нежный красивый ажурный кардиган из квадратных мотивов данная модель подойдет на размеры 42 46 саму модель можно носить с пояском или вот так свободненько зафиксировав лишь верхнюю часть полочек сначала мы с вами научимся вязать крупные квадратные мотивы затем рассмотрим способ соединения таких мотивов в полотне и для нижней части изделия мы свяжем две полосы в каждой будет по 5 мотивов а для верхней части спинки мы выполним три таких мотива в верхней части со стороны переда мы выполним по два мотива из них по одному мотиву это для каждой полочки и еще по одному это мотивы рукавов еще нам необходимо будет выполнить по одному мотиву на каждый плечевой скос и того в изделии у нас получается будет 19 мотивов после того как мы выполним с вами все мотивы и соединим их между собой мы приступим к выполнению рядов обвязки выреза горловины со стороны спинки точно также таким же узором мы выполним полотна рукавов используя тот же узор мы выполним обвязку нижней части изделия боковых частей полочек и верхней части полочек для работы нам потребуется пряжа крючок сантиметровая лента и ножницы приступаем к выполнению мотива набираем цепочку из шести воздушных петель 1 2 3 4 5 6 и соединяем в кольцо выполняя соединительную петлю в первую воздушную образовалась колечко далее 3 воздушные петли подъема и еще 3 воздушные по узору затем в колечко провязываем столбик с одним накидом и далее мы будем чередовать 3 воздушные петли столбик с накидом в колечко снова 3 воздушные петли столбик с накидом в колечко мы выполнили три таких столбика всего необходимо еще провязать 4 мы заканчиваем выполнение ряда и и после последнего столбика с накидом выполняем 3 воздушные петли и мы должны провязать соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема ряд мы закончили далее 1 воздушная петля подъема и под арочку из трех воздушных петель провязываем 3 столбика без накида 1 2 3 затем столбик без накида над столбиком с накидом предыдущего ряда и повторяем под арочку три столбика без накида затем столбик вершинку столбика предыдущего ряда и снова три столбика под арочку и столбик вершинку столбика предыдущего ряда и так мы привязываем до конца ряда мы заканчиваем выполнение рядом и остается провязать соединительную петлю воздушную петлю подъема ряд завершён далее 3 воздушные петли подъема и 4 воздушные петли по узору затем необходимо провязать столбик с одним накидом при этом мы пропускаем 1 2 3 столбика в предыдущем ряду и выполняем над 4 затем 7 воздушных петель и вершинку того же столбика мы провязываем еще один столбик с одним накидом далее 4 воздушные петли снова пропускаем 1 2 3 столбик и вершинку 4 провязываем столбик с одним накидом затем 4 воздушные петли снова пропускаем 1 2 3 вершинку 4 столбика провязываем столбик с одним накидом затем 7 воздушных петель и вершинку того же столбика еще один столбик с одним накидом и так мы с вами выполним до конца ряда заканчиваем выполнение ряда я провязала столбик с одним накидом теперь необходимо выполнить 4 воздушные петли и провязать соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема ряд мы закончили далее 1 воздушная петля подъема и под арочку из 4 воздушных провязываем 4 столбика без накида 1 2 3 4 затем под арочку из 7 воздушных петель мы выполняем 4 столбика с одним накидом первые 1 2 3 4 затем 3 воздушные петли и в эту же арочку еще 4 столбика с этим накидом 1 2 3 4 выполнили теперь под следующую арочку из 4 воздушных выполняем 4 столбика без накида 1 2 3 4 затем столбик без накида над столбиком предыдущего ряда вершинку провязали и снова под арочку 4 столбика без накидом провязали и повторяем под арочку из 7 воздушных петель 4 столбика с одним накидом 3 воздушных петель 3 воздушные петли и в эту же арочку еще 4 столбика с одним накидом и так мы провязываем до конца ряда мы заканчиваем выполнение ряда и остается провязать соединительную петлю воздушную петлю подъема ряд мы закончили далее провязываем еще три соединительные петли заводим крючок под вершинку столбика первая петля под вершинку следующего следующего столбика 2 под вершинку следующего 3 воздушная петля 3 соединительная петля далее 3 воздушные петли подъема и нам необходимо будет провязать 3 столбика с одним накидом с одним основанием при этом выполнять мы будем в этот же столбик куда провязали третью соединительную петлю провязываем первый столбик 2 3 выполнили затем 4 воздушные петли и под арочку из 3 воздушных петель провязываем 4 столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли и под эту же арочку еще 4 столбика с одним накидом провязали затем 4 воздушные петли и далее мы провяжем 4 столбика с одним накидом с одним основанием при этом вот эти столбики мы пропускаем и пропускаем 1 столбик без накида и выполняем вершинку следующего провязываем 1 провязали затем 4 воздушные петли и мы снова провязываем 4 столбика с одним накидом с одним накидом с одним основанием при этом вот в этой арочки из четырех столбиков мы в предпоследний выполнил также провязываем 1 2 3 4 выполнили затем 4 воздушные петли мы повторяем наши действия под арочку из 3 воздушных петель 4 столбика с одним накидом затем 3 воздушные петли и в эту же арочку еще 4 столбика с одним накидом итак мы с вами провяжем до конца ряда заканчиваем выполнение рядом я провязала 4 столбика с одним накидом с одним основанием затем 4 воздушные петли и выполняем соединительную петлю 3 воздушную петлю подъема ряд завершён далее 3 воздушные петли подъема и затем над столбиками предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом 1 3 выполнили 2 воздушные петли столбик без накида под арочку и снова 2 воздушные петли теперь 4 столбика с одним накидом столбиками предыдущего ряда провязали далее 3 воздушные петли столбик без накида под арочку из трех воздушных и снова 3 воздушные петли затем 4 столбика с одним накидом также провязываем столбиками предыдущего ряда 2 воздушные петли столбик без накида под арочку 2 воздушные петли и снова 4 столбика с одним накидом 2 воздушные петли снова столбик без накида под арочку 2 воздушные 4 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 воздушные петли и мы повторяем наши действия сейчас 4 столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли столбик без накидом под арочку из трех воздушных 3 воздушные петли 4 столбика с одним накидом и так мы с вами выполним до конца ряда заканчиваем выполнение рядом я провязала 2 воздушные петли и теперь выполняем соединительную петлю 3 воздушные петли подъема далее 3 воздушные петли подъема и мы провяжем 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда далее 4 воздушные петли и снова 4 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда 1 затем 3 воздушные петли столбик без накида под парочку 3 воздушные петли и столбик без накида под следующую карточку далее 3 воздушные петли 4 столбика с одним накидом также провязываем над столбиками предыдущего ряда затем 4 воздушные петли снова 4 столбика с одним накидом 4 воздушные петли 4 столбика с одним накидом 4 воздушные петли мы повторяем наши действия сейчас 4 столбика с одним накидом затем 3 воздушные петли столбик без накида под арочку 3 воздушные петли 3 воздушные петли столбик без накида под арочку снова 3 воздушные петли и провязываем 4 столбика с одним накидом и так мы выполним до конца ряда заканчиваем выполнение ряда я провязала 4 воздушные петли и теперь соединительные петли 3 воздушные петли подъема затем 3 воздушные петли подъема и провязываем 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда затем 2 воздушные петли столбик без накида под арочку 2 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли столбик без накида под арочку снова 3 воздушные петли столбик без накида под следующую арочку 3 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку 3 воздушные петли 4 столбика с одним накидом затем две воздушные подарочку столбик без накида 2 воздушные петли 4 столбика с одним накидом снова две воздушные петли и столбик без накида подарочка 2 воздушные петли 4 столбика с одним накидом две воздушные петли столбик без накида подарочка и мы повторяем наши действия две воздушные петли 4 столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли столбик без накида подарочка снова 3 воздушные следующую парочку столбик без накида 3 воздушные и следующую парочку столбик без накида 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом итак мы с вами выполним до конца ряда мы заканчиваем выполнение ряда я провязала 2 воздушные петли и теперь соединительная петля в 3 воздушную петлю подъема затем 3 воздушные петли подъема и 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда затем 1 воздушная петля и 4 столбика с одним накидом провязали затем 3 воздушные петли столбик без накида под арочку и чередуем 3 воздушные петли столбик без накида под следующую парочку три воздушные столбик без накида 3 воздушные петли затем провязываем 4 столбика с одним накидом 1 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом далее 4 воздушные петли снова 4 столбика с одним накидом 1 воздушная петля мы повторяем наши действия 4 столбика с одним накидом затем чередуем 3 воздушные петли столбик без накида под арочку 3 воздушные столбик без накида под арочку 3 воздушные столбик под арочку 3 воздушные столбик под арочку 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом так мы выполним с вами до конца ряда мы заканчиваем выполнение ряда я провязала 4 воздушные петли и теперь соединительную петлю третью воздушную петлю подъема ряд завершен далее 3 воздушные петли подъема и сейчас мы с вами должны будем провязать 7 столбиков с двумя накидами с общей вершинкой выполнять будем над столбиками предыдущего ряда я выполнила 2 накида на крючок и теперь провязываем первый столбик не довязываем до конца 2 3 4 5 6 7 теперь выполняем общую вершинку провязали затем 7 воздушных петель выполняем столбик без накида под парочку из трех воздушных затем 3 воздушные петли следующую парочку из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом провязали снова 7 воздушных петель затем столбик с двумя накидами уже в следующую парочку из трех воздушных выполнили снова 7 воздушных петель следующую парочку из трех воздушных 3 столбика с одним накидом провязали затем 3 воздушных петель столбик без накидом следующую парочку затем 7 воздушных петель и сейчас мы должны будем выполнить 8 столбиков с двумя накидами с общей вершинкой провязываем 1 3 4 5 6 7 8 захватываем рабочую ниточку провязываем общую вершинку выполнили теперь 7 воздушных петель столбик без накида под парочку из четырех воздушных и снова 7 воздушных петель и мы повторим наше действие сначала мы провязываем 8 столбиков с двумя накидами с общей вершинкой 1 2 3 4 5 6 7 8 выполняем общую вершинку выполнили далее 7 воздушных петель столбик без накида под первую арочку из трех воздушных далее три воздушные в следующую арочку провязываем 3 столбика с одним накидом затем 7 воздушных петель столбик с двумя накидами уже в следующую парочку из трех воздушных снова 7 воздушных петель следующую парочку три столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли следующую парочку столбик без накида 7 воздушных петель и снова выполним 8 столбиков с двумя накидами с общей вершинкой также возьмем 1坐Do я 統 провязываем общую вершинку и так мы с вами выполним до конца ряда мы заканчиваем выполнение ряда вот я провязала одну арочку из 7 воздушных петель а вместо последней арочки из 7 воздушных мы провяжем так 3 воздушные петли я уже выполнила и столбик с двумя накидами в общую вершинку столбиков которые мы провязывали ранее ряд завершен далее 1 воздушная петля подъема и 7 воздушных петель выполняем столбик без накида под арочку 7 воздушных затем снова 7 воздушных петель теперь столбик без накида под арочку из 3 воздушных далее 7 воздушных петель и мы должны провязать сейчас подарочка 7 воздушных 3 столбика с одним накидом 3 затем 11 воздушных петель и уже в следующую арочку из 7 воздушных также провяжем 3 столбика с одним накидом провязали затем 7 воздушных петель и столбик без накида уже в следующую арочку и и будем чередовать 7 воздушных петель столбик без накида под арочку 7 воздушных столбик без накида под следующую арочку снова 7 воздушных столбик без накида 7 воздушных столбик без накида 7 воздушных столбик без накида столбик без накида под арочку из 3 воздушных затем 7 воздушных петель 3 столбика с одним накидом под арочку из 7 воздушных далее 11 воздушных петель и следующую арочку 3 столбика с одним накидом итак мы с вами выполним до конца ряда мы с вами заканчиваем выполнение последнего ряда я провязала 7 воздушных петель и теперь выполняем соединительную петлю воздушную петлю подъема работу мы закончили мотив готов и посмотрим что у нас получилось вот такой мотив у нас получился достаточно крупный дальше мы с вами рассмотрим как такие мотивы соединить в полотне мы с вами продолжаем работу и сейчас рассмотрим как мотивы соединить в единое полотно наш первый элемент связан полностью а во втором мотиве не довязан последний ряд и при выполнении последнего ряда по одной стороне квадрата мы выполним присоединение перед тем как приступить к присоединению мы должны сложить наши мотивы изнаночной стороной вовнутрь вот таким образом при этом сверху находится мотив который не довязан и начинаем присоединение с угловой арочки из 11 воздушных петель в данном случае при выполнении присоединение сейчас во втором мотиве я провязала 5 воздушных петель и приступаем к самому присоединению парочки готового мотива мы отсчитываем раз два три 4 5 шестую центральную петлю из 11 и в нее выполняем столбик без накида присоединились затем 5 воздушных петель и мы продолжаем вязать последний ряд во втором мотиве сейчас по узору мы должны провязать три столбика с одним накидом под арочку выполняем 1 2 3 далее вместо арочки из 7 воздушных мы выполняем 3 воздушные петли и будет уже следующее присоединение берем наш первый мотив и вот следующая арочка готового мотива под нее мы выполняем столбик без накида присоединились второй раз теперь продолжаем вязать последний ряд 3 воздушные петли и в нашем втором мотиве мы провязываем столбик без накида под арочку с трех воздушных и сейчас мы будем чередовать 3 воздушные петли выполняем присоединения вот следующая карточка из 7 воздушных готового мотива в нее провязываем столбик без накида затем 3 воздушные и мы возвращаемся к нашему второму мотиву столбик без накида под арочку 7 воздушных продолжаем 3 воздушные присоединяемся выполняем уже в следующую парочку столбик без накида 3 воздушные и мы продолжаем выполнять последний ряд во втором мотиве столбик без накида под арочку 3 воздушные уже в следующую парочку столбик без накида 3 воздушные выполняя последний ряд также столбик без накида в следующую парочку посмотрим что у нас получается часть мотива мы уже присоединили начиная с угловой парочки и точно так же мы продолжаем 3 воздушные петли наши мотивы сложены изнаночной стороны вовнутрь под следующую парочку первого готового мотива столбик без накида затем 3 воздушные петли и уже во втором мотиве в следующую арочку также столбик без накида 3 воздушные присоединение столбик без накида под арочку 3 воздушные петли и продолжаем вязать последний ряд сейчас столбик без накида под арочку из 3 воздушных петель далее 3 воздушные выполняем присоединение столбик без накида под арочку теперь 3 воздушные петли по узору мы сейчас должны провязывая последний ряд во втором мотиве под арочку 7 воздушных выполнить 3 столбика с одним накидом провязываем 1 2 3 и сейчас последнее присоединение в угловую арочку из 11 воздушных петель мы выполняем 5 воздушных складываем наши мотивы наша глава парочка 1 мотива мы отсчитываем 1 2 3 4 5 6 центральную петлю вводим крючок и выполняем столбик без накида последнее присоединение завершили сейчас возвращаемся делаем 5 воздушных петель и во втором мотиве провязываем по узору под арочку три столбика с одним накидом 3 мы с вами завершили присоединение по одной стороне нашего квадратика нам остается довязать во втором мотиве часть последнего ряда мотивы соединены между собой давайте еще раз посмотрим как выглядит сторона которую мы присоединяли вот когда мотивы мы отпарим после завершения работы вот так будет выглядеть наше полотно вот и сейчас промеряем размер мотива один мотив получается по ширине 19 и два мотива соединенные 38 сантиметров а сейчас мы с вами рассмотрим как правильно присоединить мотив когда уже соединены между собой три и более мотивов в нашем четвертом элементе не довязан последний ряд по двум сторонам квадрата одной стороной мы будем присоединяться к мотиву который расположен выше в полотне а второй стороной к мотиву который расположен ниже в полотне и самый важный момент присоединяет четыре мотивы между собой в угловых арочках все три мотива будут присоединяться к одному то есть 2 3 4 к первому и сейчас посмотрим как это правильно выполнить перед тем как приступить присоединению мы также как и первых два мотива складываем наши мотивы изнаночной стороной вовнутрь начинаем присоединение с угловой арочки в нашем четвертом мотиве вместо 11 воздушных петель я выполнила 5 половину арочки и теперь отсчитываем 1 2 3 4 5 шестую центральную петлю в готовом мотиве и в нее выполняем столбик без накида присоединились далее 5 воздушных петель и мы продолжаем вязать последний ряд в четвертом мотиве сейчас выполняем 3 столбика с одним накидом затем 3 воздушные петли следующее присоединение складываем мотивы как и ранее и вот уже в следующую парочку мы выполняем присоединение столбик без накида затем 3 воздушные и продолжаем вязать последний ряд столбик без накида под арочку из 3 воздушных петель нашем четвертом мотиве и чередуем 3 воздушные петли присоединение следим за тем чтобы мотивы наши были изнаночной вовнутрь и в следующую парочку провязываем топик без накида 3 воздушные мы продолжаем вязать последний ряд под арочку столбик без накида снова 3 воздушные уже в следующую арочку готового мотива столбик без накида 3 воздушные и столбик без накида под арочку 7 воздушных снова 3 воздушных петель снова 3 воздушные и точно так же топик без накида под арочку 3 воздушные следующую парочку столбик без накида 3 воздушные вяжем последний ряд столбик без накида под арочку 3 воздушные уже в следующую парочку столбик без накида 3 воздушные точно так же под арочку из трех воздушных столбик без накида затем 3 воздушные петли вот парочку столбик без накида при соединении затем 3 воздушные сейчас при выполнении последнего ряда по узору под арочку 7 воздушных мы должны выполнить три столбика с одним накидом провязываем затем последнее присоединение по этой стороне и она же будет центральное присоединение сейчас выполняем 5 воздушных петель и давайте еще раз посмотрим что мы должны будем с выполнить под одной стороной мы присоединились теперь наше центральное присоединение вот хорошо видны наши три арочки соединенные между собой при этом 2 и 3 присоединены к 1 именно в эту воздушную петлю мы выполним присоединение мы с вами провязали 5 воздушных петель наши мотивы должны быть развернуты к нам изнаночной стороной вот с изнаночной стороны хорошо видно то воздушная петля в которую мы должны выполнить присоединение выполняем и теперь продолжаем вязать 5 воздушных петель сейчас мы выполняем уже вторую сторону нашем четвертом мотиве по узору провязываем 3 столбика с одним накидом под арочку из 7 воздушных 1 2 3 и после центрального присоединения присоединяемся второй стороной точно также 3 воздушные петли мы складываем уже наши мотивы также изнаночной стороны вовнутрь это мотив который в полотне расположен ниже а действия наши такие же под арочку готового мотива провязываем столбик без накида затем 3 воздушные петли и мы продолжаем вязать последний ряд нашим четвертом мотиве столбик без накида под арочку чередуя 3 воздушные при соединение 3 воздушные и продолжаем вязать последний ряд 3 воздушные при соединение 3 воздушные петли и выполняем последний ряд частично эту сторону квадрата я уже присоединила посмотрим что получается вот хорошо видно наши центральное присоединение дальше я уже соединяю наш четвертый мотив ко второму мотиву в полотне присоединение точно такое же как мы выполнение или ранее соединяем полностью по этой стороне и затем завершаем последний ряд в четвертом мотиве я завершила при соединении 4 мотива второй стороной и довязала часть последнего ряда и хочу еще раз обратить ваше внимание на центральное присоединение я повторю что 2 3 и 4 мотивы присоединяются к первому в одной точке чтобы вам было удобнее найти эту воздушную петлю ее можно пометить маркером после того как вы соединили два первых мотива то есть второй мотив присоединяете к первому в этой точке а уже последующий 3 4 он будет проще соединить таким образом в следующей части мы с вами продолжим работу